В нашей стране всестороннее внимание и забота о молодом поколении является одним из важнейших и приоритетных направлений государственной политики. Все силы и возможности мобилизуются для достижения общенациональной цели – воспитания физически и духовно развитого поколения. 30 июня в нашей республике отмечается как День молодежи. И по случаю такой значимой даты сегодня в Ботаническом саду столицы организован форум молодежи и студентов Узбекистана. Под лозунгом «Строители Третьего Ренессанса». В мероприятии принимает участие и президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Когда приходит прогресс, когда ускоряются ритмы развития, лишь тогда, когда новое мышление становится локомотивом реализации грандиозных планов. Да, ключ ко всему кадры нового поколения. И 2021 год стране становится в этом плане особым. Твёрдая ставка сделана на поддержку и максимальное развитие потенциала молодости. А что молодое поколение, чем может ответить на такую заботу государство? Старанием, конечно. Так вот, сказать, что нынешняя молодёжь инициативная и думающая, значит ничего не сказать. Какой сферу не тронь, везде отголоски их таланта. Стратегическая сила страны, говорят, новое мышление, новый голос нового Узбекистана. Те, кто без сомнения продолжит писать новую историю нашей страны. Столичный ботанический сад пригласил всех окунуться в атмосферу праздника. Дня молодёжи, объявленного президентом в 2017 году и отмечаемого каждое 30 июня. Здесь, в ботаническом саду, развернулась красочная программа, которой участие принял президент Шавкат Мерзьёев. Какой-то невероятный калейдоскоп экспозиции, отражающий нынешнее отчаяние страны в плане воспитания, образования, духовной крепости и развития юного поколения. Пять инициатив, акценты спорта, культуры, интеллектуальные игры и многое другое. Вот площадка продолжателей Аль-Харизми. Знакомят всех с изобретениями талантливой молодёжи в области ИКТ, искусственного интеллекта, робототехники и программирования. Многие работы воплощены благодаря проектам «Один миллион программистов», «Сто идей для Узбекистана» и, конечно, благодаря «Айти-парку». Площадка продолжателей Исакхан, Туры и Брата представлена юными полиглотами страны, которые свободно владеют несколькими языками, могут выполнить быстрый качественный перевод. А также здесь демонстрируется сдача тестов IELTS и SOFR, результаты которых котируются в мировых вузах. А это территория цифрового поколения. Молодые таланты демонстрируют процесс подготовки фото и видеоконтента, презентации программистов и дизайнеров, а также конкурсы и мастер-классы по киберспорту. А еще здесь развернулись территории молодой инноватор, науки, ментальных упражнений, зеленых инициатив, караоке, юные читатели и творцы. Знакомство с такими площадками дает возможность оценить, насколько подковано поколение Next. Повод для гордости, надо сказать, ведь успехи, они реальны. А президент лично держит руку на пульсе, поддерживая поколение Next. В декабре прошлого года в нашей стране прошел первый молодежный форум. В этом году во всех регионах страны прошли фестивали под девизом «Молодежь Узбекистана. Объединяйтесь». Участие приняли около 6 миллионов юношей и девушек, а кульминацией фестиваля стало нынешнее праздничное мероприятие в Ботаническом саду. Да, несмотря на то, что пандемия меняет многие планы, глава нашего государства всегда находит возможность встретиться с молодыми людьми, поговорить, выслушать, понять. Этот праздничный раз не исключение. И так, главная сцена нынешнего торжества. И вот он, глубоко символичный момент. Президент обратился ко всем собравшимся с поздравительной речью в честь 30 июня, Дня молодежи. В нашей стране образованию, воспитанию молодежи, обеспечению ее прав и интересов придается приоритетное значение. Организовано отдельное государственное ведомство, агентство по делам молодежи. Также действует союз молодежи, при нем более 30 негосударственных организаций. Во всех регионах реализуется государственная программа «Молодежь. Наше будущее» и пять инициатив, охватившие различные сферы. Текущий год, отметил глава государства, объявлен в нашей стране годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, что также является ярким проявлением внимания уделяемого молодежи. В молодежной политике президента есть два важнейших направления. Первое – предоставить современное образование. Второе – обеспечить занятость молодежи. Эти цели лежат в основе реформ и инициатив последних лет. В частности, прозвучало, для развития знаний и таланта молодежи создана новая система президентских, творческих и специализированных школ. В целом выросло внимание к школьному образованию, стимулируется и уважается труд учителей. У подрастающего поколения усилилась тяга к знаниям. В прошлом году наша молодежь, отметил президент, завоевала 4 золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых медалей на международных научных олимпиадах. В этом году все 96 выпускников президентских школ досрочно поступили в престижные зарубежные вузы на грантовой основе. Символичное мероприятие, посвященное знаковому в жизни молодежи дню, продолжается. Подробности в наших следующих информационных выпусках.